В Украине нет яиц с фипронилом. Как сообщили в Госпродпотребслужбе, в нашей стране птицеводы не используют это опасное вещество, а закупок яиц из Европы с начала года не было. В самом же ЕС разбираются с последствиями этого скандала. Во сколько он обойдется, узнаем от Елены Абрамович. Она в Брюсселе. Услышали каждого. Бельгийское правительство пообещало фермерам 10 видов помощи в связи с фипрониловым скандалом. В первую очередь обещают вернуть суммы, за которые можно было бы продать утилизированные яйца. Эти деньги должно выплатить Федеральное агентство по безопасности пищевой продукции. Оно же компенсирует расходы на анализы, транспортировку и уничтожение яиц. Кроме того, предлагается возместить убытки временно неработающему персоналу и освободить его от налогов и социальных взносов за август. Бельгийское государство в свою очередь готовит иск о возмещении убытков государству. Минимальный ущерб по подсчетам фермерских ассоциаций составляет 150 миллионов евро. Подозревают, что главный виновник скандала компания Chicken Friend с офисами в Бельгии и Нидерландах. На ее фабриках в средства против насекомых подмешивали запрещенный фипронил. Но инсектицид покупали не только местные фермы. Зараженные яйца обнаружили в 17 государствах. Менеджеров компании-нарушителя арестовали и будут судить в Нидерландах. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, Брюссель. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.